Где эти американцы жертвы? Эти потерялись там оттой, да? Надо их подшевелить. Все, пойди их позови. Пойди, пойди. Погоди здесь. До укропских позитий сколько здесь? Ну где-то километр, ну полтора, они от нас отошли, мы их отогнали, они были тут вплотную, мы их отсюда выдворили, теперь они закопались там подальше от нас на километр, на полтора, на два, ну в разных местах по-разному, ну как бы прячутся по окопчикам боками. Все отсюда вывозят у людей, людей повыгоняли с домов и забирают себе все их имущество, грабят, нагружают машины и вывозят. Мы наблюдали за ними, выходили в секрет и в 100 метрах смотрели за ними, что они там творят. Потом вечером напиваются, они договорили, чтобы друг другу не ходят с домов, не берут ничего. Один там, хоп, группой пошли, украли у тех, ну у нациков, например, украли этот, телевизор. Тут эти Созова там, в них начинают стрелять, за телевизор, те на них, они между собой устраивают бойню. Да, потом показывают, что это мы их побили по телевизору, чтобы мы по ним стреляем. Мы лишний патрон не выпускаем, ну не хочется просто так их выпуливать, зачем? У нас, видишь цель, тогда стреляют, нас так обучили. А они просто тянут, тянут, кто что себе, тот телевизор, тот DVD, тот сраный, он стоит 300 гривен, он его тянет. Человек, может, за него зарабатывал месяц. Они, ну, все себе растянули просто по домам, по хаткам. И отправляют фурами, вот мы наблюдали, белые фуры, длинномеры, вывозят все это отсюда. Ну, они себе в Киев, наверное, везут, у них, наверное, там, на телевизорах нету, наверное, у бедных. Так они у нас, вот, у мирных жителей грабят все это. Все, а воевать они не могут. Я с любым из них выйду в открытый бой, он дольше пяти минут не протянет там. А если подпустят меня близко, так не то его уже, пиши, пропало. Вот как-то так. Они воевать сюда не пришли, они пришли. А вы считали, что они приехали, чтобы, ну, грабить? Конечно, конечно, нажиться просто. Они выпускали зэков кучу, вот и все. А зэкам что надо? Он отсидел десять лет, у него дома ничего нет, там, моль летает в холодильнике, там, в шифонере, там, то же самое. Вот. Он пришел сюда сейчас себе награбить штанов, там, я не знаю, ботинок бэушных хотя бы. Ну, телек там, себе там в БТР запрячет, потом привезет домой себе в Киев. Скажет, что он герой, воин, победитель, он себе телевизор отжал. Ну, вот так вот они воюют. И это уже везде, это во всех городах, вот они грабят в тупую вообще, вот звонят люди. Когда вы уже придете, когда вы вернетесь? Потому что их грабят по полной программе. Вот дом, где мы жили, в Славянске, там было и компьютеры, и телевизоры, ну, все было, и кровати, и все. Ну, нам люди дали дом, приютили нас, когда мы в ополчении были, да? Все, сейчас эти дома разграбили, дверь болгаркой вырезали. Ну, мне вот люди со Славянска звонят до сих пор и говорят, вот как оно все происходило там. Холодильник тут, Донбасс старенький, бедный, ржавенький. И тот вытянули, вытянули, на машину погрузили и текать. Короче, они только грабить могут, все. Когда они закружили, вот их было там многотысячное войско. И на Кравчуне, и на Рабхозе, и на Семеновке, ну, везде, со всех сторон их было куча. Нас было жменько вообще. И они только грабить могли, и все. А зайти в город мы ему просто не давали, они ближайшие села. Куда-то они заходили, там все стонали и плакали, потому что они их грабили. А воевать не они, у них трусия сильно процветает. И каждого, если я поймаю у кого-то еще там в плен, я буду спрашивать, что он здесь делал. За стрельбу его не буду спрашивать, стреляет, мать его, отстреляется. А вот когда спрошу, где он еще украл, и какую хату обокрал, и где он насиловал девчонок. Потому что вот они за ополченцев, девчонки там, да, там, многие высказывают. Все, их за это насилуют, бьют, издеваются. Они за это все ответят, за каждую слезу. А ответят кровью. Когда была одна слеза, это капля. А отдаст три литра крови сразу же. За такие дела. За изнасилование во все времена, во всех пониманиях, во всех народах. Убивали за это всегда. Опускали до низшего уровня. Вот эти люди, которые так себя ведут сейчас, грабят и насилуют. За это все ответят. Потому что они не люди, животные. А животные, что делают с животными? Бешеных отстреливают. Ну а тех, что будут ручные, тех приручим и будут строители. Нам они нужны очень. Потому что у нас много строителей здесь в окопах. Будут дальше идти освобождать. А эти будут сзади просто строить. Дома наши, которые они разбили. Двери, которые они болгаркой пиляли, там, за телевизор сраный. Которые в кредит взятые. Будут все отвечать. И работать, и отрабатывать. Так что, ребятки, сдавайтесь. И идите на работу к нам. У нас много рабочих мест. Это работает через нафиг. Но сработал их снайпер по нам. Сейчас наши ищут его. Пытаются выманить. Чтоб он опять себя проявил. Ну и естественно, если он сейчас опять рискнет, шмальнет, значит его зачистят сразу и все. Чтоб он не баловался здесь, на наших позициях. Попал под обстрел. Ну, итальянец и российский переводчик. Переводчик попал под расстрел. Ну, это под так называемым бронепоездом. Укропы. Накидали туда мин. Мирового президента. Сто двадцатых. Вот. И они попали именно. Именно в Абрилю туда не лезть. Они все равно. Ну, самовольно. Ну, как пресса всегда же хочет увидеть. Самое горячее. Попали под этот обстрел. Хотя был договор о перемирии так называемом. Ну, и одному из российских этих переводчику голову оторвало. Итальянец. Итальянца там тоже всего покромсало сильно осколками. Ну, я их там еще с двумя товарищами вытягивал с этой ямы, где их взорвало. Вот. Француз был живой, раненый в ногу. Мы его в больницу доставили, как бы там его вылечили. Он уехал. А итальянец, ну, нормальный хлопец был, молодой. Я его знаю. Ну, как знал. Потому что он часто приезжал по позициям. Вот. Он весь был посеченный. Живого места не было. Ну, а у россиянина не было головой. Не было там конечности. Парупа оторвало. Все так висело на тряпках, говорится, на вещах держалось. Вот. Доставали. В это время по нам снайперам работали. Ну, по радиоперехвату слышали, что они за нами наблюдают. Ну, успели, вывезли. Нормально вывезли. Чтобы могли хотя бы их похоронить там близкие. Вот. Ну, а эти, как всегда, продолжали бить сдалека. Они не умеют нормально воевать. Как люди, как воины. Они просто трусы. Все у них сдалека получается. И мирных кучу, да. В Славянске поебало. Тоже от этого же минного обстрела. И дети, и женщины. Все это видели люди. Много людей видели. Скорые приезжают забирать. Они и скорые обстреливают. Ну, короче говоря. Живность какая-то. Они, непонятно, зачем они убивают своих же людей. Не ясно, что они хотят. Им надо земными. Ими люди не нужны, походу. Им надо, видать, что-то там добывать или... Люди. Может, наш газ сланцевый хотят. Может, еще что-то. Не знаю. Может, отходы какие-нибудь. Но они тупо уничтожают города, поселки. Не для того, чтобы людей освободить. Их просто уничтожить. Как-то так. Ну, за это все ответят. Понесут наказание в любом случае. Никто им этого не простит. Даже пусть не надеются. Сюда ударил град. Сюда АГС. Вот он. Разрыв. Ну, а здесь надо подшевелиться. Чуть быстрее, быстрее. Потому что, видите, что здесь падают такие игрушки нехорошие. Знамя наше. Вот сверху российская. Вон наша батареоноскопная. К theatre. Я первый вид. Позоведь. Мелорбальный воздух, ottок. Не�� наауном преимущественный cerebro. Второе. Похлайн-паспортно? Дааа! Пар deduction. Продолжение следует...